МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На месте работала съемочная группа фактов. Подробнее о произошедшем в выпуске через несколько минут. Пассажир в Славянском районе расплатился с таксистом ножевыми порезами. Нападавшего задержали с помощью несостоявшейся жертвы ограбления. Когда клиент, угрожая ножом, потрепывал выручку, шофер попытался отобрать оружие, но, получив несколько ранений, выбежал из машины и позвонил в полицию. Через полчаса подозреваемый был задержан. Мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Также известно, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. В настоящее время он задержан. 51-летний местный житель может получить до 10 лет тюрьмы. Покатался так, что разбил несколько машин, но все не свои. В Сочи задержали 18-летнего парня, которого подозревают в угоне. Патрульный экипаж заметил отечественную шестерку, которая мчалась по улице на высокой скорости. Когда в поле зрения гонщика оказались полицейские, он, не раздумывая, бросился на утек. Увидев нас, резко остановился, развернулся и начал движение в обратном направлении, нарушая правила дорожного движения. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал. Увеличивая скорость, пытался скрыться. Путь к свободе отчаянному водителю отрезали несколько припаркованных автомобилей и дорожное ограждение. Только врезавшись в них машина, наконец, остановилась. Но так просто сдаваться парень не собирался и попытался сбежать с места ДТП. Когда его поймали и обследовали болид отечественного производства, выяснилось, что эту машину угнали у 50-летнего сочинца. Ее вернули владельцу, а ночной гонщик стал фигурантом уголовного дела. На Октябрьской Буденова внедорожник сбил женщину. Когда она переходила через дорогу, то видела приближающуюся машину. Но, видимо, не ожидала, что водитель ее не заметит. Он поворачивал и должен был пропустить пешеходов. Пострадавшую увезли в больницу. Лихач на Северной Тургенево все-таки испытал судьбу. Еще до рокового перекрестка у изрядно разогнавшейся лады из-за резкого торможения из-под колес валит дым. Но пропустив одну машину, она все же ударяет другую. После этого столкновения невольно задаешься вопросом, куда смотрел автомобилист. В тот момент, когда уже было предельно ясно, что стоит остановиться, владелец легковушки отчего-то ринулся под трамвай. К счастью, никто не пострадал. Вполне обычное движение по улице Ялтинской прервала эта нелепая авария. Совершенно непонятно, отчего водитель красной легковушки въехал во встречные машины, которые мирно стояли в очереди перед светофором. Возможно, его объяснение не устроило сотрудников полиции, так как с места ДТП авто увезли на эвакуаторе. В перекресток красных партизан и Каляева попутчики вполне синхронно выполняют поворот. Но то, что происходит дальше, вряд ли поддается логическому объяснению. Зачем он решился на этот маневр, водителю легковушки пришлось рассказывать второму участнику ДТП. Объясняться пришлось и этим участникам движения. Они не поделили поворот с Красунской на Октябрьскую. Водитель автобуса намеревался повернуть налево, а мирный попутчик поехать прямо. Большой брат так тесно прижал легковушку к столбу, что эти неласковые объятия повредили иномарку с обеих сторон. На перекрестке Северно-Иворовского в аварию попал светофорный столб. Водитель иномарки оказался в больнице. Спровоцировал ДТП пешеход, вероятно, решив срезать путь. Он перебегал дорогу, а мчавшийся автомобилист после маневра не справился с управлением. Зачем тормозить перед красным светофором на пустой дороге? На этот вопрос ночному автомобилисту быстро пришел ответ. Правда, не на словах, а на примере въехавшей в него машины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова